Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Михаил Ядздрав, будь Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит! О чем сегодня мы будем с тобой говорить? Сегодня, я думаю, надо подробнее нам обсудить тему. Мы поднимали ее уже, но появилось много вопросов. Тема про телегонию. А почему надо ее обсудить? Потому что у нас почему-то народ, а он некоторые, так сказать, люди, а их почему-то немало, их бросают с крайности в крайность. То есть, то, значит, мы про это не знаем, мы ведем себя, как будто этого вообще нет. Потом узнаем, что вот это есть такое понятие, и тут же нам пишут, и что нам сейчас делать. Вот у нас там семьи, нам что сейчас расходиться, от детей отказываться, и опять в другую крайность людей перекидывать. Ну и помимо этого, надо еще все-таки от тебя услышать, какие вот советы, потому что, я так понимаю, это не единичные случаи сейчас происходят, а во многих семьях подобные трудности есть. Вот как с этим быть, что делать? Что быть, что делать, наверное, перестать быть ребенком и перестать быть сектантом. Потому что многие действия вызваны не здравомыслием, а вызваны тем, что кто-то вам что-то сказал. Это говорит о том, что вы продолжаете быть маленьким ребенком, который от одной идеи шарахается к другой идее. И очень часто из огня до воли. Это плохой способ бытия, и он ни к чему хорошему не приводит. Поэтому в первую очередь надо включить здравомыслие, повзрослеть и начать наблюдать за этим миром. Во вторую очередь, что необходимо делать, это изучить наследие предков, изучить опыт, который много-много тысячелетний, где такие случаи рассматривались, и понять, каким образом выходить из данной ситуации. Вот это в первую очередь необходимо сделать. А вообще, ты сказал, что сейчас шарахаются люди то направо, то налево. А как это выражается? Какие комментарии идут? Что люди пишут? Какие вопросы задают по этому поводу? Ну, один я уже тебе одну версию сказал. Там говорится, что мол, ну, как так, как быть? То есть у меня уже семья готовая была. Создана была семья. Много лет мы с ней жили, с женой или муж, муж женой или жена с мужем, жили счастливо. Несколько детей есть. И тут внезапно человек воспринял это и воспринял так, что вот как прям призыв к действию, что надо это всё дело искоренять на корню, разрушать. И если уже это было совершено, то надо от этого отказаться, как будто этого и нет. Хотя, по сути, это часть его жизни. Тут всё-таки надо опыт с этого дела извлекать, а не вот так отказываться. А другие пример приводят, что это всё-таки выдумки каких-то там не пойми кого, и на самом деле такого вообще в природе не существует. А когда задаёшь таким людям, то есть я вот даже сам комментарий писал к одному такому высказыванию, я говорю, а вы не пробовали поговорить с представителями теми, которые вот какую-то породу поддержат, или собак там, или, например, кто голубей разводит породистых. И что происходит, когда происходят такие вот непредвиденные, случайные связи. Даже пусть потомство не получилось, но всё равно следующее, когда уже происходит, так сказать, запланированная связь между представителями породы, породистами, так сказать, то в итоге у них почему-то появляются черты, привнесённые от той от той связи, которая вот была случайно. Нет бы попробовать всё-таки подумать, если это существует, из этой ситуации не только негативное что-то надо извлекать, но и попытаться понять, а вообще для чего эта ситуация была предусмотрена в мироздании. Вот этот момент. То есть здесь, в данном случае, ты две темы понял. Первая – это ответить, что делать. Во-вторых, это сказать, а как это вообще с человеком связано и связано. Ну, давай тогда начнём, наверное, с первого. А как ты думаешь, что делать в том случае, если люди жили между собой хорошо, да ладно, и была у них семья, тишь да гладь да божья благодать, а потом вдруг кто-то узнаёт о так называемой телегоне или о законе Рита, и начинаются у них какие-то проблемы. Может быть, это как раз из серии, когда от ума-то и горе происходит. Что в таких случаях делать? Да, есть люди, которые начинают в этой ситуации разрушать всё. Я бы вот то, что сейчас я как эту ситуацию вижу, я бы всё-таки посоветовал вот что сделать. Если действительно отношение в семье хорошее, там присутствует любовь, а любовь и качество такое, что оно, говорят, и поддержит, и вылечит. Вот есть сердце моё не камень, толкуновый, хорошая такая песня. То есть, когда это чувство присутствует в людях, особенно в тех людях, которые вот живут одной семьёй, оно способно много, много-много доброго, доброго, светлого принести как внутрь семьи, так и вовне. И поэтому моё мнение, любовь, её надо сохранять и поддерживать. Да, этот опыт необходимо учитывать. Чему это может привести? Каким плохим результатам? И поэтому уже при воспитании своих детей объяснять им тоже, но не сразу, как некоторые рассказывают, в каких-то странах Запада у них там с детства рассказывают, что там родитель один, родитель два, и что они друг с другом делать должны. Это всему своё время. Просто когда ребёнок растёт и задаёт вопросы, ему вот именно эти моменты рассказывают. Причём желательно, так как вот по себе знаю, когда учишься в природе находясь, то есть как там происходит, как там что-то растёт, как там вот щенки, да, рождаются там или голуби, и ты это всё видишь, ребёнок лучше поймёт на примерах живой природы. Вот к чему приводит то или иное. Эту ситуацию как раз можно на примере породистых там собак, там или ещё кого-то, очень наглядно разобрать. В итоге ребёнок это примет, и он будет не думать, что это возможно есть, возможно нету. У него будет точно опыт, что это есть. А дальше уже, если он будет поступать каким-то образом, у него внутри будет понятие, а к чему мои вот эти действия, даже он ещё не поступил, он уже раздумывает. Так, я вот так могу сделать, но в итоге это может вот к тому-то, к тому-то, к тому-то привести. А мне это надо, и уже с этого понимания он будет к своей жизни подходить. Если он примет такое решение, что ему это надо, это его опыт, но осознанный опыт. Важно, чтобы было не просто, кто-то сказал, и я считаю, что вот так, а именно осознанная проверка, осознанное принятие и осознанные действия. Вот самое главное, осознанные поступки. То есть у нас в жизни это произошло, мы поняли наконец-то, до этого у нас не было этой информации, поняли, почему это дело вот такое, и к чему это приводит. Сделали вывод, мне это надо или не надо, мне это не надо. Я бы хотел, чтобы это было в моих детях, в моих внуках и так далее, в моем роду проявлялось. Взвесил за и против, и уже объяснил им. И дальше получается, что ты как бы не навязывая, не заставляя, не принуждая, но изменяясь самостоятельно, изменившись сам, ты меняешь правильное направление, весь свой род, все ближайшее окружение. Вот мое мнение, что вот так с этой ситуацией надо поступать. Хорошее мнение, на мой взгляд. На самом деле, вот дознать себе вопрос. Если у вас в семье до того, как вы об этом узнали, все было хорошо, зачем портить семейные отношения? Почему информация, знания, которые должны улучшать жизнь, вдруг ее ухудшили? Или знания неправильны, или вы их применяете неверно? Чаще всего мы что-то применяем не так, как оно должно быть, не по назначению. И отсюда многие наши проблемы идут, многие наши горести, скорби и печали. Поэтому не торопитесь ломать что-то хорошее, прежде чем чем-то другим хорошим заменить у вас нечем. Это очень и очень важно. Если вы это осознаете, то тогда вы не будете ломать ничего. Вы будете продолжать жить в ладу со своей второй половиной, и у вас будет очень все хорошо. Дети ваши будут вполне даже приличными, если вы в них будете вкладывать любовь, душу и все, что положено. Поэтому не надо быть сектантами. Не надо просто так из пламя до воли. Осознанно, осмотрительно. Если у вас есть любовь, то никакие вот эти вот явления вам не страшны. На мой взгляд, так. Второе. Хорошо. Представим, что вы такой фанатик. Закон Рита, что вы такой фанатик Телегонии. Вы все это познали, все это узнали. И вы начинаете дергаться. Ну хорошо, бросили свою жену или своего мужа. Можете еще и детей бросить. И начинаете искать что-то более подходящее. Вопрос. В нашей жизни, где вы это найдете? Что, в вашей жизни девственницы и девственники прям вас окружают? Бегают за вами? Возьмите меня. Я такой хороший, я такая хорошая. Я знаю, что вы знаете законы Рита, законы Телегонии. Так это и есть? Или не так? Если не так, то в этом случае возникает вопрос. И что будет дальше? А дальше будут сплошные разочарования. Потому что фанатик никогда жизнь не познает. Фанатик – это ограниченный чем-либо человек. И в данном случае ограниченный одними знаниями от других. Однобокое восприятие законов Рита сотворяет страшные дела. Страшные дела для каждого из нас. В законе Риты говорится следующее, что если вдруг была испорчена или подпорчена или примешана кровь, но присутствует при этом достаточно большое количество той крови, которая вам по роду и которая вам близка, и вы в этот род хотите вернуть своих детей, своих внуков, правнуков, то тогда все ваши мысли должны быть направлены на это. Вы тогда должны обязаны заниматься их правильным воспитанием, давать им правильные знания. И это должно быть постоянно. Михаил правильно сказал, что если в вас произошло изменение, и если вы этим изменением воздействовали на уже рожденных детей в свое время, то в этом случае себя исправлять уже поздно, и их исправлять уже поздно, и убегать уже поздно. Это свершилось, это случилось. Надо с этим жить, это осознать и думать, как улучшать эту самую жизнь, исходя из тех условий и обстоятельств, в которых вы находитесь. только так. И вы можете воздействовать через осознанность свою на осознанность своих детей, через осознанность детей на осознанность своих внуков. И вот уже отработав эту проблему в себе, отработав ее в своих детях, вы поможете появиться на свет тем, которые будут ближе к тем условиям, о которых вы до этого с точки зрения фанатизма рассуждали. Вот только так. И дальше вы будете обязаны создавать условия для того, чтобы ваши потомки, внуки, правнуки, праправнуки развивались в том направлении, которое необходимо для вашего рода. Куда мысль, туда энергия, где энергия, там жизнь. То есть куда мысль, там сила. Где сила, там жизнь. Если вы правильно мыслите, то там и будет в конечном итоге ваша жизнь. Вот куда вы направляете свои мысли, там и будет жизнь и ваша, и ваших детей, и вашего рода. Еще один из законов Рита гласит следующее, что даже если у вас есть капля крови того рода, к которому вы хотите прийти, то через 16 поколений, если вы будете действовать правильно, у ваших потомков будет уже не капля крови, а будет уже 100% этой крови, принадлежащей к этому роду. То есть генетика будет полностью восстановлена. Но надо, чтобы во всех этих поколениях шла упорная работа в этом направлении. Только так может что-то будет изменить. Поэтому закон Рита или Телегония это еще не приговор. Это все лишь навсего условия и обстоятельства, в которых вы оказались. И тем более не приговор, если вы человек, если вы способны осмыслять что-то. Осмыслять. Ну, наверное, так. И еще поговорим про собачек и кошечек и про голубей. Я встречаюсь с разными людьми, которые занимаются и собачками, и кошечками, и голубями. И там на самом деле присутствуют Телегонии. Присутствуют и очень хорошо проявляются. И когда разговариваешь с заводчиком, рассказывают интересные вещи, которые происходили в их жизни, особенно с заводчиком с многолетним стажем. так называемые дизайнерские собачки, это не только те, которые получились после скрещивания или покрова одной породы другой, но и после того, как это все было произведено и в следующих поколениях что-то из другой породы будет встречаться. Такие собачки называются дизайнерские. То есть нечистокровные, нечистопородистые. Ну, еще, чтобы уточнить, к примеру, вот в этой случке кобель оказался с другой породой или самка была не той порода, что кобель. У них родилась помесь, то есть дизайнерские щенки. В следующие случки породы были соблюдены полностью, причем там чемпионские крови могут быть и так далее. Но, как правило, в помете у кого-то из щенков обязательно будет выражена та самая порода другая, с которой до этого была случка. У других щенков могут наблюдаться какие-то такие отклонения. В третьем поколении при следующей случке аналогично произойдет ситуация, кто-то опять родится с какими-то признаками другой породы. то же самое у голубей, то же самое у кошек. Очень хорошо это видно у дворовых собак и кошек, когда кошка, например, в одном помете приносит одновременно, может принести и рыжих, и черных, и белых, и полосатых, каких только угодно котят. Казалось бы, кот был один. Откуда взялись разные котята? Взялись не оттуда, потому что до этого были встречи с разными другими котами. Конечно же, человек не кошка, не собака. Конечно же, у кошки есть какие-то варианты, когда она одновременно с двумя котами что-то производит, они там любят парать в марте, когда теплые деньки намечаются. Там не один бывает, а и два, и три. Но суть не в этом. Суть в том, что вот такая ситуация есть и это присутствует. То есть телегония это не шутки. Как это все отражается на людей? Надо еще понимать один очень важный момент. Человек все-таки это не животное. Да, у человека очень много от животного присутствует. Вся техническая часть, она животное. Но программа стоит не животного. Мозг работает не так. Другие взаимосвязи с высшими планами, с божественными планами. И это очень сильно отражается на так называемую телегонию. Есть еще один моментик, который мало кто говорит или практически вообще никогда не говорят. Когда начинают рассуждать про телегонию или законы Рита. Чем ниже варновость, тем законы телегонии более сильно проявлены. Чем выше варновость, тем законы телегонии проявляются меньше. Здесь у человека зависит очень много от того, какие мысли, какие помыслы внутри живут, ради чего человек существует. Поэтому в нижних варнах телегония проявляется намного быстрее, значит, потому что к животному миру ближе. человек только появился на свет первого воплощения в этой жизни. У него своего человеческого опыта здесь нет. На этой земле, других может быть. И поэтому он отталкивается от физического начала, которое связано с животным миром. А у кого-то даже с демоническим миром. Понятно, для того, чтобы это все существовало, нужны жесткие программы бытия. И в этих жестких программах бытия человек существует. растак, животное начало будет брать вверх. И тогда законы телегонии будут действовать. Но когда человек поднимается выше, там уже телегония отходит на второй план и включаются законы Рита, которые уже не просто для зверушек сделаны, а для человеков, для расичей. причем для каждого вида человеческих существ с разным цветом кожи, с разной генетикой существуют свои законы, которые Ритами назвать нельзя, законам Рита, которые назвать нельзя, но которые приблизительно также где-то действуют. Мы же сейчас говорим про тех, которые относятся к расе, то есть к белому виду человека, к расичам, к родовичам. Вот про них мы сейчас говорим. Или кого в общем смысле называют славянам. Чем ниже уровень развития, тем больше животного проявляется, значит телегония будет более активно в вашу жизнь вмешиваться. Чем выше уровень развития, тем телегония меньше проявляется и включается закон Рита, который более широко смотрит на это, вернее не смотрит, а более широко представленный в человеке высшего уровня развития. Почему обращаются к жрецам для того, чтобы убрать какие-то признаки телегонии, произвести очистку женщин или очистку мужчин? Потому что они находятся на высшем уровне своего бытия и им это подвластно. Но никогда не обращаются например к тому, кто находится на начальной стадии бытия, потому что ему это не подвластно, он сам находится на уровне животного начала. Но как он будет это справлять? Вот это учитывайте, пожалуйста, прежде чем начать рушить свое счастье, прежде чем начать рушить свою жизнь. Тем более учитывайте те условия, которые нас сейчас окружают, в которых мы сейчас находимся. у нас люди были отравлены цивилизацией. И так или иначе и у мужчин и женщин уже какие-то связи были с противоположным полом. Бросаться направо и налево нельзя такими людьми. Это наши люди. Вот если перед вами проститутка, вот этот пинок ей взад, пошла вон. И то вполне возможно сначала поговорить, что случилось, почему это произошло. Но это отдельный разговор. А вот если перед вами женщина, которая по незнанию, по глупости совершила что-то, а теперь она осознает мир по-другому, вот тогда с ней как с проституткой поступать нельзя. И нельзя в нее тыкать пальцем, нельзя в нее бросать камня. Тем более, что, как правило, камни должен бросить тот, кто сам безгрешен. На себя посмотрите, потому что законы Рита и законы Телегония, они действуют как и на самок, так и на самцов, к вашему сведению. Где-то в самцах они по-другому проявляются, но определенный отпечаток все равно на самце будет отложен. Так что тыкать может только тот, кто сам без греха. Да и камни можешь бросать тот, на ком нет греха. Вот это вот надо понимать. Что-то еще мы обсудим? Или с Телегонии завяжем? Я думаю, надо закругляться с этой беседой. Могут вопросы задать, но еще раз, основной момент, когда что-то вы какую-то информацию берете, не надо резко все рушить, там что-то менять. Сначала хотя бы попробуйте задуматься над этим. А какой вы опыт из этого извлекли вот с этой информацией? А поможет ли она вам стать лучше? Вот примеры, которые Алексей дает, они очень довольно-таки хорошие и простые. То есть информация пришла, так, а я стану лучше, когда я эту информацию буду использовать? Ага, стану. А семья моя станет лучше, когда я эту информацию буду использовать? Станет. и так далее. То есть семья, община, там, вплоть до вот всех-всех-всех, которые, всех людей, которые в нашей державе. Всех. Все вопросы, да, подходит, значит, эта информация. А если где-то уже какие-то нет, то тут надо разбираться, а почему нет. И уже, как говорится, относиться к этой информации более дотошно, более внимательно, более осторожно. Поэтому начинайте. Да, это здорово, что мы все интересуемся, что мы изучаем. Но начинайте с себя. Проверьте, примените, посмотрите, работает, не работает. А потом уже другим это счастье, как говорится, выдавайте. А то, может, когда бабушку вы клаше через дорогу переводили, а ей не надо было. Всему свое время. Поэтому благодарю, Алексей, тебя за эту беседу. Очень правильный гранит это сказал. Благодарю богам нашим светлым, предкам, нашим славным. Благодарю, Михаил. В заключение от себя добавлю. Я ни в коей мере, так вот горячие сейчас умы, вперед, даю информацию, хочу остудить. Ни в коей мере не призываю заниматься богоборчеством, то есть смешение разных народов, которые почему-то были богами, сделаны разными. Я против богоборчества. Если разные народы здесь есть, значит, они чего-то нужны. И каждый народ должен себя проявлять в самых лучших своих чертах, чтобы развиваться и становиться лучше, улучшая мир, а не сражаясь друг с другом. Но при этом не надо смешиваться. Каждый хорош на своем месте, в своем облике, с своим качеством. поэтому я не поддерживаю тех, кто говорит давайте-ка мы все перемешаемся. Но при этом я не поддерживаю тех, кто начинает фанатично отвергать своих родичей только потому, что у кого-то по глупости, у кого-то по несчастью, а может из-за того и из-за другого что-то произошло в жизни такое, что исковеркало его судьбу. Мудрый человек не тот, который позорит других, а который делает лучше всем живущим на этой земле через себя, через свою семью, через общину, через державу. И наоборот, через державу, через общину, через семью, через себя. Если вы это понимаете, вы здравомыслящий, благоразумный человек. Если не понимаете, то какая вам разница, будете ли вы понимать закон Телегонии или закон Рита. Все равно вы ими будете уничтожать себя. даже прекрасно отточенный инструмент может быть инструментом смерти. Это надо знать, это надо понимать. Если же вы это не знаете, не понимаете, то тогда вы будете нести вред любым очень важным и полезным знаниям. на стене с вами прощаюсь. С вами был Народнославянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ять. Желаю всем добра, до новых встреч и увидимся. И услышимся. Быть добрым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова